Депрессия, упадок сил, повышенная тревожность. Так чувствовала себя Елена Полякова на протяжении долгого времени. Казалось бы, крепкие семейные отношения, 11 лет государственной службы, стремительная карьера. Поводов для грусти нет, но девушка покоя не находила. Есть определенное чувство одиночества, которое я не замечала, не принимала, не распознавала. И это очень достаточно глубокий процесс. Быть в этом одиночестве достаточно трудно. Это, естественно, острая реакция на какие-либо события, раздражение определенное. Не могу сказать, что истерики, но это состояние такое полудепрессивное, когда у тебя есть желание сразу плакать на какую-то мелочь. Развод, увольнение, новый старт. Такие изменения произошли с девушкой, которая незамедлительно обратилась за помощью к психологу. Одиночество – это экзистенциальная данность. Это очень важная часть человеческой жизни, потому как мы рождаемся в одиночестве и проходим через всю свою жизнь и умираем в одиночестве. Почему экзистенциальная? Потому что это момент, который нужно пережить, встретиться с ним, осознать его, чтобы иметь возможность оставаться собой целостным. Для того, чтобы пережить это состояние, специалисты рекомендуют посмотреть на привычные проблемы под другим углом. Страх и незавершенные отношения, они уверены в себе. Причин одиночества множество. Так может, вместо того, чтобы грустить, подружиться с кем-то? Ведь лучшее лекарство – это живое общение. У многих людей свои индивидуальные способы борьбы с одиночеством и депрессией. А кому-то и вовсе это чувство незнакомо. У меня не бывает одиночества, грусти не бывает. Просто улыбайтесь почаще. Книги читать. Помогает? Нормально помогает. Общаться. Желательно в положительном тоне. Всегда ругаться надо, сладких кушать. Я практически всегда занят. Мне некогда грустить. Занятость, пожалуй, самый доступный способ справиться с чувством одиночества и апатией. Как говорил Виссарион Белинский, только труд может сделать человека счастливым. Ирина Берилюк, Роман Ананев, Максим Турчев. Утро. Нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова